Ну что, добрый день всем! Привет-привет! Let's go! Come! Everybody! Седа Мурис! Начинаем наш концерт! И давайте со знакомством! Меня зовут Олег Галав Гудвин. Я являюсь ведущим специалистом по иммунарной терапии и остеопатии. Сам массажист с более чем 10 летним стажем работы и практики. Самая главная практика. Веду тренинги. У меня своя собственная школа называется Академия Телесно-Ориентированных Практик. Могут в этот блокадик. Будет много сайтов, зайти, там посмотреть. Там разные тренинги. Есть всякие аудио, видео выпускаю. Обучение, коучинги, CD. Поэтому все, что мы сейчас проходим, это все будет приятно записываться на видео. Будет вложено в интернет. Я звезда Ютуба. В общем-то, по словам Академии Телесно-Ориентированных Практик, вы можете найти везде в социальных сетях. Ну, все что угодно. Что такое Телесно-Ориентированная Практика? Это, естественно, не только массаж. Это все виды работы, связанные с телом человека. Телом я называю не только физическую оболочку, а, к минимуму, еще астракную оболочку, духовную, ментальную, эмоциональное наше состояние. И все это взаимосвязано. Я пропагандирую такое направление, назвал его 4D-Освобождение. Это освобождение по четырем степеням свободы. Мы живем в социуме. Первая степень освобождения – это от социума. То есть, свобода человека от работодателя, от границ политических, экономических, от полной мобильности по всему миру можно ездить. В принципе, мы тренинги проводим тоже, там собирается группа. У нас нет конкретного места дислокации. А можем хоть в Вали, на Баку, на Кубе, куда пригласиться. Там собирается группа, и там мы все это проводим, организуем. 35 видов массажа насчитывается. И помимо массажа, естественно, все остальное. Это и ванное творение, и закаливание, тантра, йога, мантра, секс. В общем, всему там включает, чего хотите. Даже развиваться психоэмоционально и все эти способности. Ну, естественно, я здесь тренеров много. Если среди вас найдутся тренеры, то тоже приглашаю. Мы вас будем раскручивать, пиарить и для вас проводить мероприятия. А поскольку вы уже сегодня здесь пришли, вам тоже подарок от меня. Вот у нас такая акция. Сеанс массажа от меня лично исполняет Олег Алла Вудвин. Ваш патрульный слуга. Ну, наоборот, вы видите там про тренинг написано. Тренинги у нас проводятся достаточно регулярно, ежемесячно, я вам скажу. Вот этот, который я провожу, вот тут именно про мануальный массаж написано. Именно про него сейчас я вам буду показывать и обучать. Вообще, давайте знакомиться дальше. Хотя бы, представьтесь, сколько у вас уже занимается массажем, там, для себя хотя бы. Или как-то. Так, больше людей. О, для себя. А так, чтобы на этом зарабатывать деньги. Профессионально. Вот тоже агент, да? Ну, основные хотят вообще обучиться массажу, практиковать, да? Может быть, даже в дальнейшем вывести эту профессию. Потому что я вам скажу, что, например, я обучился массажу достаточно давно и достаточно за короткий срок. Даже не предполагал, что это будет моя профессия. И только через шесть лет после этого, вдруг, совершенно случайно, судьба так сложилась, что я стал массажистом. А потом это все развилось до такой степени, что я преподаю и, в общем, меня смотрят мои ролики по всему русскоязычному пространству интернета. Даже я вам скажу, ну, понятно, на русском языке, да? Но, оказывается, на третьем месте просмотра, по статистике, это вы никогда не угадаете. Поэтому сразу скажу. Арабские эмираты. Я не понимаю, как вам это нужно. В общем, видимо, нужно. На четвертом месте просмотров это США, непосредственно Нью-Йорк. Дело в том, что вот у нас собирали гораздо больше людей, да? Вот на данное мероприятие пришло. Естественно, как всегда, не все. Тем более понятно, что это Москва. И вот у меня тоже такое бывает, что в москвичи собрать арки тяжело. Почему-то ко мне даже люди из Норвегии приезжают, из Уфы приезжают, там, из Келленцберга приезжают, из Челябинска. Вот им как-то проще и приехать, и заплатить за самолеты, и за проживание, чем-то москвичи собрать. Я не понимаю, в чем там разница? Да. Или уже ко всему привыкли. Просто москвичи все напомню. Так что за то, что вы здесь, вам будешь подарок. У меня, я вам еще их вышлю на сайте. Вот есть такие анкеты, потом запомните, кто хочет получать подарок. В электронном виде я вам пришлю. И также вот есть анкета для того, кто хочет попасть на тренинг. Потому что понятно, сегодня мы за два часа все не успеем пройти. Вот, покажу. Проходит этот тренинг, и все страшно будет. Это я провожу… А вот… Все какие там близкие сидим. Тренинг проходит по выходным дням. Соответственно… Ну, как-то тут наберется. Пока планируется… Какой там? Восьмой-девятый, по-моему. Ну, платный январе. Если, может быть, седьмой-дяйвиной, да? Первые два дня – это базовый тренинг по мануальному массажу. Именно то, что я вам сегодня хотел показать, но не покажу. Потому что холодно, просто там надо раздеваться. И там специальная авторская методика, авторская техника. Вновь разработана, там такая локтевая техника. Немножко похожа на какие-то там… Ломи-ломи массаж гавайских. Мы уже слышали. Испанские такие вот техники. Третий день у нас – это непосредственно мануальная терапия. Стоя, сидя, лежа, можно помочь и самому себе, и в домашних условиях домочадцам. И дополнительно повысить свой чек, если вы этим зарабатываете. За это будете хорошо платить. А там буквально пять-десять минут помощи человеку. Упереть себя в связь. И все. Человек здоров. Он вам благодарен. Вы не понимаете, не писать какие отзывы вообще из людей. У них глаза открываются. Ну и соответственно сертификанты. Вам еще один бонус. Вот напишется там в анкете, да? Эта вот книжка. Как заработать на массажных технологиях. Не только массажных методов, а вообще все остальное. Ну может даже уже сейчас. А, еще вот. Купоны такие удаются. Это неделюшка. Это купон. Когда вы произойдете на мероприятие, вы получаете на номиналку купона скидку на все остальные мероприятия. У нас они есть еще три тысячи купона одной бумажкой. Пять тысячи одной бумажкой. И четырнадцать девять рублей. Четырнадцать девять рублей. Четырнадцать девять копеек тоже одной бумажкой. Такие вот купончики такие. И есть билеты. Вот они с печатью, с номерным знаком. Но они, если посмотрите, они бессрочные. На них нет ни даты, ни количества дней мероприятия. А у нас мероприятие еще четырех дней. Это запрещено. Люди могут прийти и оплатить отдельно. Либо два дня, либо три, либо четыре. Что этот счет под билет? Это инвестиция. Если кто-то хочет заработать, тот может сразу заработать. Соответственно, если человек идет... Ну, просто коротко не будет что-то показывать. Билет стоит пять тысяч рублей. Но продать его можно, если собираете купон, на четыре дня. Четыре дня стоит двадцать две тысячи рублей. Соответственно, поймите, какая разница. Это ваша доходность свыше двухсот-трехсот процентов. Ну, если на три, там получается 15 тысяч рублей. Ну, там целая шкала. Короче, вы можете... И вы ни в одном банке, ни одну акцию за такое количество процентов доходности не приобретете нигде, я первого гарантирую. Поэтому, если у вас у кого-то есть, может быть, там, группы, ну, кстати, мы с тобой знакомы, где-то поставили какие-то сотки, группы, там, да. Может быть, тебе это больше не будет. Какие-то из сообщества, может быть, в интернете. Может быть, где-то натисуруетесь. Можете вот использовать как, конечно, дополнительные доходы для себя. Так, мне потом подруги подъявили и подойдете. Я вам все покажу. А сейчас, поскольку холодно, будем заниматься голыми абсолютно. Водейся какой есть. Ну, вот, первый кандидат, да? Синечку тоже. Как я уже говорил, мануальные техники, они проводятся и сидя, и стоя, и лёжа. И вот я не договорил по поводу формулы 4D-освобождения. Первое – это освобождение на социальном уровне, да? Ну, прежде всего, тут еще связано с деньгами. Потому что, если человек хорошо работает, все это может позволить полную мобильность. Второе освобождение – это духовное. Освобождение от всяких наносных, там, сектантских культов, там, еще каких-то, до энергетической, чистой независимости, ну, энергетики самого человека. Так что мы сегодня тоже попробуем с энергетикой поработать. Третья степень освобождения – это освобождение физическое, на физическом уровне. Ну, поскольку в здоровом теле должно быть, ну, и все остальное – здоровое, здоровый дух. Этому тоже что-то будем воздействовать. И четвертый вид освобождения – что-то здоровье забыл. А, ментальный. Освобождение нашего бумаги. Потому что мы все живем в некоторых условиях, поставленных вокруг дни нами, каким-то другим навязанным. У нас есть определенные ментальные возможности своего, собственно, мозга, в которых мы не можем иногда выбраться, нам нужно либо это преодолевать, кто этим вообще занимается, кто не занимается, кто-то живоподтечением, кто нисходящим. Поэтому вот все четыре вида освобождения мы проходим. И сейчас от воздействия на человека, пока разберется по парам, кто будет делать – оставайтесь сидя, а второй человек ложится. Ложится на живот. Ложится, ложится, уже начинаем. Здравствуйте. Здравствуйте. Поэтому можно легко поднимать. Желаю. Надеюсь, что нужно приклеить. Получится. Обычно я работаю на столе массажем. А сегодня у нас будет все на коленках. Идем в такую половую жизнечественную структуру. Для начала, вообще-то, сесть можно с другим, с другим постом. Для начала у нас познакомьтесь с партнером и пойдем ему руки на другую чарту. Это вот примерно где хвостец. В другую руку кладем на сердечную чакру. Кстати, про чакры, где находится, все знают, да? И немножко покачиваем, медленно-медленно начинаем раскачивать. Мы как бы знакомимся с человеком и даем ему понять, что входим с ним в контакт. О том, что наши сейчас приемы будут в некоторой степени достаточно грубые, да? И тело может сопротивляться. Чтобы оно этого не делало, мы как бы с ним сейчас договариваемся. Ты, я, одной брови, а мы с тобой одной брови. И я помню, как малка, да? Вот у нас тут есть мгновение. Открыли. Можете теперь покачивать чуть сильнее и асинхронно. Одну рукой на себя, другой – от себя. Плотнее, как сказать, с ладонью. Ваша энергетика тоже, если ладони исходит, она должна привлекать у человека. И заодно это у нас происходит метод диагностики. Когда мы асинхронно двигаемся, у человека идет по телу волна. У абсолютно здорового человека эта волна наблюдается от концов организма до других концов. От головы, от макушки, словно говоря, до пальцев. Вот, например, смотрите, я шевелю их разом, да? Шевелятся даже в пятке. Правда, они шевелятся целиком. Они должны немножко тоже быть асинхронные. Можно второй рукой проверять, откуда идет волна. Вот поближе положили. Посмотрели, есть подвижность. Что же я вам? Да, оттянется на полности. Вот, у него, на самом деле, сразу волна заканчивается на такой участочке большой, да? Значит, уже какой-то блок здесь есть. Проверяем дальше. Ну, в общем, ищите второй рукой, одну кладите на крестец, задавайте волну, а второй рукой ищем, где она заканчивается. Если в насыщем рана заканчивается, да, переносите руку дальше и ищите, где она следующая волна заканчивается. Ну, кстати, да, вот многие приходят, принимают массаж, да, и напрягают мышцы, я всегда говорю, что в итоге я борюсь с вашими мышцами, а не с проблемами, понимаете? Какой-то выполнительно противниками ставится, чем-то надо, лучше расслабьтесь, помните? Доверьтесь, не расслабьтесь. Как вы любите говорите, расслабьтесь, получайте удовольствие. Да? Поверили, да? Можно увеличивать или небольшой шаг? Можно увеличивать, проверяют любую вашу результат. Можно даже, чтобы раздопустить. Наоборот. А с ними где заканчивается? Значит, я уже. Да. Да. Вы можете дать... Давай, мне это... Все? Да. Все вообще так выглядит. Вот, кстати, сразу разговариваю чуть-чуть, да, про человек прославленный. Все подвижно. И проверяем наши пяточки мягко, без усилия доходят ли они до ягодицы, просто какой метод диагностики дышит. Вот тут не хватает. Четыре пальца я вставляю под пятку, даже в лапах вставьте. После нашей процедуры можно будет проверить, в принципе они будут доходить в ближний раз. Здесь у нас три пальца получилась, наоборот, наоборот. Да, пока без усилия, это метод диагностики пока. Сейчас будем со всеми все делать. И продолжаем. В общем, в любую позу вам занимайтесь, и поближе к другу. Разворачивайте стопу прямо на себя, ногу вот так внутрь. Не через усилия так, чтобы наиболее вылезало, можно нацеркнуть подыхаемки немножко. Вот так. Если не получается, попробуйте положить ногу на свою ногу. Вот так вот. И начинаем. Снизу вверх. Сейчас все движения идут под пятку, там пятку. Берем и сильно вот так вот. Методом нажатия массируем. Сейчас без масла, поэтому все-таки у нас будут какие движения. Да, вот это вот. Дадим прием. Снизу вверх. Сюда. 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 То есть, да, есть приемы вот такие. Мышцы, как валик, да. Мы вот так изгинаем. Вот пяток. Выше и выше. Поза все делается быстренько. Потому что потом еще будем меняться. И заканчиваем движение. Постарайтесь. Вот где бедро. Вот так мы спускаемся вот сюда. Хотя мы просто догладимся. Далее, да. Кто хочет сильнее, берите в следующий прием. Обойми руками. Со всей силы сжимаете. Старайтесь от болями мышцы, как вот, оторвать, отвести. Со всей силы вот туда. Аккуратно на щиколотки не давите в пол. И не давите на коленки в пол. У кого упирается щиколот, видно, он из подушечки валит из одеяла сделать. Да, да, да. Вот тут очень правильно, да. Видно, опытный человек. Далее, я верю. Давайте тогда, чтобы не меняться так часто, на одном окное закончим, сразу переходим на вторую ногу. Далее, я вижу, что неудобно перейти, да? Да. Нет, подождите, я вижу, что за мной все там приготовились. Давайте пока на этом отделку сидите. Оставляйте. Кстати, это правильно показалось. Тоже очень хорошее упражнение, когда мы полностью ногу, да, вот отжали, расслабили ее. Потом же поднимаем и проверяем ее обращательную способность. Из рук давайте сделаем, да, вот такую вот перепонку, как бы вот на этих перехоночках. У нас же так микрофон на паутинке. Она грузит, болтается. Щик, выкутите прямо в кисть. Ой, стопу, чтобы она вот так, да? Со стороны. И хорошей проверкой, если вот мы подкачаем, человек должен бедро раскачиваться. Можете тоже проверить, если вы расслаблены. Ну, ничего напрягаясь. Разметро с бедро. Не знаю, я со мной. Ну, так же можно проверить запяточку, да? Запяточку качали. Далее, не опуская ногу, перехватываем ее пониже, где гор, голень, да? Ставим вторую руку прямо в складку колена. Вот так, вот в эту сторону. Прямо туда, вот туда. Видно, да? И идем немножко на излом. То есть это одновременное движение. Колено и голень вот так вот. Должен произойти небольшой щелчок в коленке прямо. Слышали? Слышали, да? Слышали, да? Слышали, да? Слышали. Ну, человеку не больно, на самом деле, да? Слышали. Нормально, все это терпится. Далее перекладываем его в следующую руку, которая внизу была чуть повыше на бедро, а эту руку чуть выше на саму выступню. Кладем ногу на эту руку. Рукой упираемся так, чтобы... А, просто с той стороны сидите. Ну, в принципе, можно ли с этой стороны. Удобнее здесь было. Просто команду дали пересечь, но переселить. Нет, не пересели, пересели. Мы сами послушные. Да. Ну, пока делайте так, да. Вот смотрите, ногтем упираемся так, чтобы пятка не свежала. Есть некоторые жестоки, в которых статуа разворачивается сама, либо в этой стороне. Поэтому мы упираемся в пятку, да? Далим на стопу и давим как бы по вектору самой ноги, вот туда, вперед, в тело человека. Там? На ней? Нет, выше, на бедро. На бедро руку ставим. Да, на бедро. Стонать можно сам по себе. У нас нету самоцели. Везде пощелкать человека, да, и сделать ему такой хруст. Если он есть, это хорошо. Если у него нет, то тоже хорошо. Значит, вот на данном этапе, на том состоянии человека. У них это бывает вообще нету такого. Зачувствуйся? Зачувствуйся? Да. Зачувствуйся? 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 Зачувствуйся... ya, нетуе-да... Зачувствуйся... Подойдите, пожалуйста, хрустните на... Это хорошо или плохо? Это хорошо. Еще раз говорю, люди все индивидуальны, не бывают стандартной реакции. А, вам тоже вкусно? Так, смотрите как. Потому что со второй ногой будете еще сами повторять. Вот, тут упираемся туда, прямо в коленку. Подигонали, вот туда подигонали. Не вниз, а вот туда. Ой, расслабьтесь, расслабьтесь. Она сама участвует в массаже. Помогает вам? Ага. Вот. Это плохо. Нет, шуфрустно хорошо, я имею ввиду, что помогает вам, это плохо. Помните, те, кто лежат, ничего сами не делают. Ваша задача расслабиться и получать удовольствие. Не надо. Не надо? Ага. Нет, это поднимает. Ага. На щитов, приносит скорость, в смысле на... Сможно. Это у нас музыка записывать скрапом. И заканчиваем с ногой, не пересаживаясь, не пересаживаясь с этой стороны. Нет, спину, спину, мы с ногами продолжаем работать, спину надзывайте. Теперь сплукню берем с этой стороны, снутри. Можете сесть как удобно, пусть развернутся с этой стороны. С двух сторон мы против ступни, и стараемся пальчиками развести косточки с тупни пошире друг от друга. Если вы сидите с этой стороны, вам будет здорово. Сами пальчики помассировали, немножко на них нажимали, и тоже. Плюс он по одному, по одному, так мягко. Специально. Можно, конечно, специально это делать. Так мы держим пальчики. Обхватили его, вот так вот над захватом, да? Чуть-чуть распутили на себя. Чуть-чуть. Палец ноги. Не любой. Обхватили вот так вот, да? Распутили на себя. Раз, раз. Еще раз повторяю, не хрустите не надо, прямо специально дергать ничего не надо. У нас безопасные техники, многие там в интернете пишут, там какие-то газеты, что обновленная терапия очень сложно, страшно. Да, классно. Если нет образования, никогда не обучаетесь, никого не делайте. На самом деле, все гораздо проще. Я еще раз пропагандирую. Мягко можно. Можно, кто хочет, применить силу, сколько получается. И так показываю. Да, это если вы щадящая практика, если чуть посильнее, да? Например, за пальцами. Так вот в сторону все выделить. Началось, да? Да-да-да. Так. Теперь вращение ступни. Кладем руку сверху, возгладаем ступнем большим пальцем на первых. Видно, да? Шок пальцем. Как будто вы держите теннисную ракетку от пинг-понга, да? Шок пальцем, да? Так пальцем, да? Так вот сверху положили, да? Получается, как будто у вас... Видно? Ракета. Держите ниже, за щекоткой прям. Сильно расстучиваете ступню в обе стороны. Тут же переносите руку выше, где ступуется ступня с кусочками ворочек, да? И продолжаете раскручивать по внутренней стороне. Перехватываем за пятку. Держим еще ступню. Перехватываем за там, где прошипалец. Начинается основание раскрепить вверх. Вторую половинку. И... Да, теперь мы раскручиваем и положим подшипалец. Подшипалец. Потому что у нас движение по спирали получается, да? Выше перебрасывается уже выше. Получается, мы ступнули дневно-сектор и по спирали раскручиваем. Сначала пальчики, да? Потом, где сцепление идет. Потом пятку. Потом все инстинкты. Ступнули, деляем, условно, пополам. Раскрутили. И дальше. Также оставляем руки держать, да? И силы под себя сворачиваем ступню внутрь. Сильнее, сильнее. Вот этой рукой прямо сильнее давите. Получилось, да? Тут же перехватываем вот таким захватом. Внутрь. О, по внешней стороне. Раз. И позовем. Да, там ровно сильные воли. Вот. А некоторые бывают прямо по спирали, можно пройтись. Раз, два, три. 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 Три раза. Вот так вот. Маленький косточек. Ступень находится. Которые должны быть подвижны. Ну, да? Сами знаете, культурные точки там у нас. Так, и далее оставляя захват. Ослабим. Ослабим. О, веточку, да? Да. Ногу по кругу. По кругу от себя. Противоположные горит. Прислонили и нажали. Смешно. Это быстро-быстро делается. Повыше, повыше, значит, поднимать на эго лице прямо. Вот. У здорового человека она хорошо подсадилась. Просто не надо делать самую массаж. Да, самим делать. Потом ногу разворачиваем во внешнюю сторону. Постараемся проснуться как будто укола. Вот, с обстраны. Смотрите. О, человек достаточно гибкий. У детей это получается достаточно легко. Но, у нас такое сложнее. Отодвинули ногу максимально. И держим именно за ступню, за пятку, да, если не ступню. И трясем. Не ступню, не ступню. Подвигай силой. Силой подвигай на себя. Работаем на высшую силу. Ты оставляешь ступню. На себя. Утром не дышать, где-то за просмотр. Ну, помню. Он поставил, я сейчас их не знаю. Не поставил. Нет. Тим, так, люди. Сейчас мы на минуту. Пожалуйста, ниже, ниже, еще. Нежели плач. Не попроек. Маханосор не мешает. Она не мешает. Не мешает гораздо больше. Я понимаю, что она сама не работает. Пригодила получается. Не проблема. Ничего на оргазм этой терапии. Как она? Да. Нет, здесь тоже будет. Быстро меняемся на противоположную сторону. Я уже все повторила. Вы повторили точно, да? С вашей помощью. Нет, с ее сопротивлением. Повторяем быстро. Разминаем быстренько. Другими известными способами. И пальчиками, и ладонями. И растиранием. И идем к центру. Заканчиваем. Заканчиваем. Подвздошная кость называется. Ее всегда можно нащупать сбоку у нас. Теперь ногу положили. Со всей силы стараемся от костей ее отмести. Подвижается. Унижается. Унижается. Ааа. Идем бедро. Просто чтобы вы на коленами давите. чтобы на колено надавить еще давайте обоем дело с двух сторон дальше делать на обоих ногах так получилось согнули ногу в коленке вспоминайте что мы делали подкрутили свободную вашу сторону сделаем эту подушечку нашу мембрану потрясли старой рукой делаем упор под 40 градусов колена перехватываем руку на голень ниже тут же перехватываем руку перехватываем выше держим а вторую руку переводим на струкную и двигаем вверх на структуру ну значит показать еще раз Сейчас повторяю, если у кого-то там не получается, в принципе, не страшно, потому что это, опять же, выпуски надо долго учиться, тренироваться. Не учиться надо долго, а практиковать надо долго. У меня недавно была встреча в аптеке, разговаривался с фармацевтом, такой маленький молодой достаточно, он говорит, о, он про меня говорит, о, я вижу, вы там врач, вы что-то разбираетесь, ну, мы разговаривались, я говорю, ну, я не врач, ну, зарыст, и он говорит, что он 5 или 6 лет еще в институте, потом 4 года в ординатуре, потом в ординатуре еще, два года, два года какие-то эти, лабораторные, что ли, называются, да, и только после этого он устроился фармацевтом работать, работать за 700 долларов, ну, сколько это здесь, почитать, ну, 10-12 лет, да, прошло, чтобы получить образование, чтобы он хотел какую-то такую работу. Массажистом быть вообще, в общем, уникально, легко и быстро, можно сказать, профессию, достаточно денежную. Я ему даже не стал слушать, я зарабатывать, говорите, чтобы, ну, как-то, уж меня ведь человек. Потому что, ну, буквально я такие деньги зарабатываю за один-два дня, а обучался я этому тоже один-два дня, понимаете? Так что то, что вы сейчас изучаете, не факт, что получится прямо сегодня, но если вы будете практиковать, да, более-менее у вас будет помнить уже не голова, а руки, и все ваши знания будут в ваших руках. Есть такая поговорка, что у массажиста приходит опыт в руки, знания его через два года практики. Поэтому, не важно, сколько вы сейчас учитесь, день, два часа, два дня, два месяца. Так, с ступнёй уже сделали, да? Размелись пальцы, ну, косточки ведущих пальцами туда-друга. Несла с себя, и вот с себя. Вот, на себя. Мы проверили ротацию во все стороны, Карина, да? Так, теперь переходим немножко вовнутрь, и стоп зажжеванный. Так, здесь будут вам придать. С одной, с другой, с другой, с другой, с другой, с другой. Вот. Получается, дождь полностью развилась. Все, может быть сердце не ложится. Угу. Разворачиваем вот так. И ступнёй, и своей, мягкой, вводим его ступень. Не больно, а плохо? Терпимо. Терпимо, да? Если человек испытывает небольшую боль, это хорошо. В данном случае боль лечит. Главное, не надо ничего там такого, просто там не делать. И раскачиваем ногу теперь во внутреннюю сторону. Прожимаем ступнёй, во внутреннюю. Не ту ногу вы делаете. Встаньте между ног и изнутри наружу. Да, вот где коленку вообще отстрашивают. У нас какого-нибудь. Прожимаем. Прожимаем. В месте крепления. Под ягодиц. Вот там. Всё-таки. Прямо всем весом можно нажимать. И так он наружу. Раскручивается. И с другой ногой то же самое. Во время таблички вы сами как бы немножко покачиваетесь. На себя вес. Согнули. И на другую. Видите? Он просто посильнее даже, да? Не бойся. Всё. Весом можно ступать. Кстати, очень легко проверить, насколько человеку нужно сильнее или нет. Не слабее. Просто спросите. Он вам сам скажет. Давайте сильнее. Давай, жми. Бывает, у меня кузненькие девушки приходят. Муфия. Анна Лексичка недавно была. Кузненькая вообще какая-то там. Кузненькая. Кузненькая. Такие кроссочки. Я думаю, что я там делаю? Поэтому. По ребрам веду кулаком. Такой звук. Трык. Ну, как поставлены по скелу. Знаете, да? Раньше были. Она приговаривает. Давай сильнее. Давай ещё жми. Я думаю, ну, блин, перейду на циутик. Локтик там уже. Она говорит. О-о-о. Давай, давай, давай. Здесь жми. Я думаю. Блин. Уже чувствуется, знаете, как будто ребра расходятся. Локти. Чуть не вернут все органы бассейны. Мне уже страшно самому как ничего не сломать. А она приговаривает. Давай, давай. Ещё сильнее. Делайте, делайте. Вот так. Складывайте сюда. По ширине. Коленки расставляли в сторону. Можно на море скользнуть. Или вот так просто внести. Так вы уже потрясите. И оставьтесь по ширине. Раз. И я мышцы там нашёл только. Представляете? Вот эти трапеции у неё. Размерно с моим бензинчиком. Я думаю, блин, ну что там в менте? Давай я тебе волосомануарную терапию сделаю. Она говорит. Ой, а что это такое, я не знаю. Ну, я говорю. Костяну позвоночек там. Попрещу косточками. Давайте попробуем. Посыпайте. Вот так руки тоже сложить. А? Вот так руки тоже сложить. Вот так руки сложить. Покачалил. Покачалил. И я ей как начал хрустеть. И так, и сяк. Потом она только приговаривает. О, о, кайф. Давай ещё. Я уже разошёлся. Вот эти слова. Там вообще на колено я положил. Так, раз. Хрустил. Так, раз. Хрустил. Так, так. Она такая вся. О, мне так хорошо ещё никогда не было. Никто не делал. Так что иногда мне сейчас бывает обманчиво. Спрашивайте у людей. Встали прямо ногами вот сюда. Терпимо? Да. А обоими ногами. Встали. И нажимали. Что-то я боюсь вставать. Я тяжёлый вставать. Не бойтесь. Не бойтесь вставать. Особенно на женщину вставайте. Женщина гораздо крепче мужчин. Так. Ну ты сюда и встал. Нажимай. Давай сначала. Да. И не бой на себя. Ха-ха-ха. Ей неправильно. Слабый пол оказывается сильным на другого. Так. Не оказывается так давно. А из этого, из этого рассказа. Это же, ну, гуляет в интернете. Ну давай, слабак, ну что ты не можешь? А в обычной жизни? Ой. Повторяйте, повторяйте. Ну да-да-да. Повторяйте, повторяйте. Вот садитесь в такую позу уже. Ну, в принципе, уже и так, может быть, не мешает. И это, за счёт раскачиваем. Давим. Над большим пальцем, а друг другу по середине бедра. Ну, слышишь? Ну, вообще это делается по одной ноге. Но мы сейчас не успеем, поэтому такие движения, мягкие, такие вот надрогающие. Но мы разделили с разными ноги, да? Так, чтобы боль немножко ускорится. Своём весом надавили. На крестец весом всё надавили и чуть-чуть прокачали. Под ягодицами. Вот так вот расширяем ноги. О-о-о, руки. И там вот есть седалишняя хвост, на которой мы, собственно, мы сидим, да? Прямо на неё пальцем давите. И со всей силы вот туда прожимаем. Взяли ножки, сложили её. Какого-то накреста нужно поменять. Отлично. Ещё уже быстренько посаживаюсь вот сюда. Главное. И вот это можно. Что у нас есть, да? Нет. На ноги пошили, ребёнок пошили. А с вами есть только? За коленками. Вот сюда. Только не на коленку. За коленками. За коленками. За коленками. За коленками. За коленками. То есть вот, смотрите, коленки здесь. Сейчас ступни, ставлю возле его колена. А свои ноги приваливаются дальше. Вот. Можно даже прямо сесть в честь внимации. И продолжаем давить вверх. Большие пальцы вдоль позвоночника. Там, где крестец, вот такие маленькие. Ну, где крестец, переходит уже позвоночник, да? Угу. Вот такие вот маленькие движения. Делаем растирающими. Дальше переходим. Весом, своим весом. Чем дальше переходит, своим весом больше и больше. Правда, вы любите? А ноги больше стерили. Правильно? Да. Да, да, да. И как можно ближе к позвоночнику. Большими пальчиками прошлись, теперь запястья. Так быстро отжимаем мышцы в стороны. Ну, до ключей. Ну, вот. Оставлю. Правильно? Да, в сторону. Оставить в сторону. Вот центр, к периферии. Ну, вообще-то желательно, чтобы вещи были расслаблены, поэтому лучше класть. Ну, пошире, прямым углом. Если натягиваете, вы можете переслезть подальше. Вот сюда, прямо на ягодице. Вот сюда. Вот сюда. Пересяли. И теперь... Ну, все дошли до вверх, да? Ну, до плечей, плечи тоже. Теперь берем в руки, ставим в латоне и немножко напрягаем вот так. Подушкой напрягаем. И вдоль позвоночника, не нажимая на сам позвоночник, до ряда на эти мышцы. Там, где у нас начинается упор позвоночника, он начинает вверх. Нормально, видите? В самом начале. Сейчас у нас будет движение такое, достаточно резкое, но оно такое, снизу вверху. Так. Да. Начнем сюда. То есть, смотрите. Патрируем его с выдохом. Выдыхай. Нажали. Подождите, пока не давите. Пока только нажимаем. Второй раз выдох. Еще раз. Этим движением, кстати, вы можете уже тоже нащупать. Внутри руки почувствовать, где у него зажимы чуть ниже. Если там надо, то есть. Опять такая песня. И дальше. Делаем, делаем. И дальше, когда вы почувствовали, да? Нажимаем. Чуть повыше. Выдох. 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 Да, да. Если у кого-то не хватает силы, можете встать с потоленками назад и всем корпусом. Зависим так. Нет, не амортизация. Именно снятия функциональных блоков. Где компрессия? Да потому, что мы все закомпрессованы гравитацией. Мы все прямоходящие, вертикально стоящие, да? И на нас постоянно давит атмосферный столб, как говорил Стопленго. И постоянно у нас идет компрессия между позвоночным диском, да? Поэтому все наши движения идут с креста вверх, и мы эту декомпрессию снимаем. Где-то компрессия бывает за счет мышц. Вот вокруг каждых группы позвонков, сегмент называется, есть короткие такие мышцы 1-2 см. Они бывают настолько стянуты, что могут даже образоваться грыжа, потому что они ее раскручивают между позвоночными дисками. И мы вот поэтому делаем профилактику, декомпрессия. Все это в профилактических целях можно делать достаточно регулярно. Я бы не назвал прямо это лечением. А если возможно, если еще он ушел в стол, то он уже понадобится? Нет, сейчас мы просто этим не успеем заняться. Все равно эти компрессии помогут. Уже будет легче, уже чуть-чуть выше, на какие-нибудь звонки. Они чуть-чуть расслабятся, и, по-моему, возможно, он потом обратно пройдет. И присаживаемся выше, прямо на верхние лица. На плестец, по-моему, всего, да? И продолжаем теперь разминать плечи. Делим треугольник плеча условно по гипотянуте, да? И вот все стороны теперь нажимаем. Можно на себя, или нет, это укрутить. Видно? Обои на камере. Вот, с двух сторон. Вот здесь плечи. Делаем вертик. Делаем вертик. За трапециевидные мышцы взялись. Можно по очереди. Прислили. Присем шею. Можно даже за шею браться, да? Присем до плечей. Шею, я не знаю, видно там. Под лоб. Под лоб. Под лоб. Да. Ладони под лоб. Некоторые на массаже говорят, теперь положили руки под лоб. Не понимали, как угодно. И так вот, и так вот, и сверху. Я же со стола сползаю, думаешь, высадь туда. Ну ладно, положили, да? Да. И проходим вот эти продольные мышцы шеи до самого черепа. И вдоль черепа, вокруг продавливаем точки. Там есть тоже аквакультурные точки, где-то у нас касаются эти мышцы. Я вижу, вот у меня человек достаточно здоровый. У него трепощений здесь нет. Выстенько-то еще продавливаем. Можно также одной рукой взяться, если позволяют мышцы, да? Да? Отлично, да. С движением, с опытным же человеком. Володой же, да? Если вы добавляете вибрации, любого рода, быстрые, медленные, это только очень хорошо сказывается, потому что ни один спазм не может лучше представляться каким-то вибрациям, да? Поэтому мы обязательно тут добавляем. Просвечали методы пепуссии. Это тоже вибрация. Волочок такой расслабленный. Потом вот так. Обоими-обоими руками. Потом отройными. А теперь, а потом мы сделаем такую-какую чашечку. И такой вот собак у нас получается. Посмотрите, что между большим глазами у нас осталось. Вот мы. Сам позвонок стаканавливаем чашечку. Так, позвоночник. И берем свои руки. Постарайтесь так, чтобы верхние пальцы, да, упирались в позвонки, и мы потом подзвонком вот так вверх, доводимся, как будет, затягиваем чуть-чуть. Вот так. Все это быстро делается буквально по одному разу. и растягиваем. И растягиваем. Гулу. Можно подчеркивать чуть-чуть. Вот так. Был бы на бок, но немножко подлетаем ее вот так. На сторону. Чтобы она легла скулой. По диагоналию. Такой сложно объяснить. Вот сейчас поднимем точку поворота, вот это скула. Вот так. И задаем. И справляем. Да, может быть чуть-чуть вверх. Ну, так. Вот так. Получается. Сейчас дальше. Да, вот дело, чтобы волосы назад отдвигаются, чтобы волосы не было. Назад. Вот так. Нет, спину. Череп ближе к заду. Вот так. Вот так она. И теперь извернение у нас чуть-чуть. Нет, вы быстры? Вот так. Вот так она. Получилось, да? Получилось. А вы не смотрите. Переложите ее. Не бесполезно. А еще раз. Так. И чуть-чуть назад. Голубая. Череп ближе. Ага. Голубая. Все. Теперь смотрите. Берем за верхнюю самую часть черепа. Получается у нас рычаг. Так вот раскачен. А второй рукой упираемся плотно на первое плечо. И даже тянем плечо назад. Да. Да. За это да. Прям в акцину нужно наделяться, чтобы... Вот прям захват. Не все правильно. Вот делается. Да. Все это можно. Можно или на нем это делать. Да. Посмотрите, если... Момент вращения головы поворота такой есть. Если нет, еще чуть-чуть. Переложите. У нас полу сопротивляется. Вот. И сюда. Давай идите. Сюда? Да. Да. Да-да-да. Если это делать плавно, то не больно. Больно не больно. Да. Сейчас. Еще можно сказать. Позвоночник шейный. Да. Он как бы лежит в подигонали и тут уже скучно. Мы продолжаем это движение. То есть доводим по пределам раскачивающего движения. Да. И дальше усиливаем тракция. Ну вообще это тракция называется расстежение. Усиливаем тем, что вытягиваем как бы по спирали еще дальше. Вот так это видели. Почувствовали пальцами, руками. Да. Один легкий другой. Либо расстянули и повернули уже плоскости плеч. Это будут разные позвонки. У нас щелка с плоскостью плеч как раз позвонок атланта. Который держит наш позвоночник. Первый, самый первый, самый сложный позвоночник. Все говорят, что сложно поставить на место, там его нельзя. Да все просто на самом деле это делается. Он часто у нас бывает не на месте, и мы этого не замечаем. Это то, у него есть поперечные отростки, которые пережимают тантели ременосные. Ну нервы на то, как что-нибудь такое. Уже в оси сидит, только вот тут смещение. Уже сидит у нас в этом, правильно? В кальцерках, да? В основном да. Старый позвонок называется Аксис, да. Он ниже, а этот как бы сверху на него одет. Такое движение получается. Вот такое. А у него много шишечек вот этих вот, да. И он может подтянуть в другую сторону. И, оказывается, все держит сейчас. Вот это одно из таких, да. Ну, кстати, именно этот позвонок на щупе очень тяжело. В принципе, да. Можно, конечно, смещен по боковому. Смотреть. Но сейчас у нас этого не успеем. Так, давайте. В стиле бокового не получится. Отлично. И. Продолжение следует... Смотрите, техника безопасности. Если человек в этот момент напрягается, значит у него проблема. Во-первых, лучше не делать. Через напряжение ничего нельзя делать. Просто просто бросаетесь и скажет, лучше разведешь. Или значит вы его не до конца расслабили, размяли, надо еще двое мять. В некоторых случаях надо разминать до 30-40 минут. Только и эту область, понимаете, чтобы человек до этого состояния дошел. Значит, если сейчас не получилось, он просто не готов. Переусердствовать не надо. Главное не наградить. Пока получалось. Сейчас мы просто это изучаем с Богом. На самом деле, когда вы это будете уметь, вы можете подойти к человеку. И спереди, да, вот с этой стороны головы. И с этого боку, и с этого боку. И на спину сеть. То же самое. То есть это уже добавляет с практикой. Дилотека. Без контакта. Без контакта. У меня там этот мастер есть. Он вообще меня сажает. Он прямо у нас звучит. Вот так двумя пальчиками. Заль бьет. Потом по сполам. Представляете? Вот так. Потом так. Чик. Понимаете? И у меня пацанок сразу поставился. Вот этот Атлан. Вот. Для чего мастер-соль иногда приходит. Сейчас нам пока тяжело, да? Пока мы в качестве мастер-класса проходим вот такой спуск. У вас хорошо, да, Эль? Да. Не тяжело? Нет. Надо? Давайте. Все, давайте попробуем. Смотрите, можно уйдеться. Снять себя, да? Сначили. Ну вот. Смотрите, у кого получается люди смеются. Сначала кажется страшным, потом ково всякое скрепощение идет. У некоторых даже признаются, что взгляд ярче стал. Прямо действительно кровь идет в голову, представлено обвинение такое. Получилось сразу сделать. Я просто не делал. В этой девушке сразу все 7 или 8 позвонков. Получилось сразу другую делать. А то мы не успеем. Сделать? Быстренько, быстро, быстро делаем. Видите, я подошел с другой стороны совершенно и тоже сделал. То есть пробуйте, пробуйте. Пока вы не пробуете, у вас не получится. Мастер-класс использовать для себя. Еще раз делайте, на другую сторону переворачивайте и делайте быстренько. Вы же пришли обучаться. Так, вот ты не напрягаешься специально. Мастер-класс. Мастер-класс. Видишь, она лежала вот так? Мастер-класс. И на прибораст. Еще на упору. Мастер-класс прижимная. Да, если кому-то больно, это буквально 1-2 секунды, и то, чтобы все все такое будет. У вас получилось, да? Сделать? Надо вам сделать. Так, будьте грустно, поворачивайтесь. Да, желательно всем сделать симметрично в обе стороны. Чтобы она вам такие мягкие. Нет? Я шучу, конечно. Вот, смотрите, носку. Вы заисковитеtwормку, заплатили через twelve zdję finan. Но можно так, да? Всё, совсем потом увидем отзывы. Главное, чтобы чувствовать, то есть можно вот так руки схватить, можно вот так и крестом, да, можно со стороны головы встать. Да, да, это все безопасно, потому что все только на растяжение, на декомпрессию. С другой стороны, я ловлю. С другой стороны, я ловлю. Вы взяли, смотря на как. Да, вы взяли. Хорошо. Не заставляйтесь. Вот, садится, сажусь, и вошу из другой стороны, спереди, да? Ой. Здравствуйте. Видели? Хрустит. Сделали, все сделали, да? Как это сделали? Хорошо. Вот, теперь осел процессором сзади. Берусь так, чтобы череп снизу не хватило. Идем. Как поделать все? Все. Там тоже самое. Да. В общем, это все снизу. Сделали. Продолжение следует... 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 И так у тебя сейчас помнишь с этой стороны, с этой стороны, с этой стороны. И так у тебя право будет в эту сторону, и на себя же не сможешь. Готовы сделать? Колени? Очень сложное предложение. Сидим. Показываю. Нет, ты дальше проверял сновление до конца. Там же ноги бывают. Нет, не говори, не говори. Вот, значит у него уже стоит на месте. Доводим до предела. Дальше поворачивайте до предела, где вы чувствуете, что нет предела. И попробуйте покачать головой вот так вот, в иноканале. Дальше поворачивайте. Можно пробазировать? Дальше поворачивайте. Дальше поворачивайте. Дальше поворачивайте. Дальше поворачивайте. Дальше поворачивайте. Дальше поворачивайте г 그렇ства. Тяжелень. Его выстрелы? Ну, международным положением. Этот диск, который заставляет, ваше поворачивайте. Заметили, да? Фотографии заметили. Не буду ездить в активиде, просто так обладает. У вас случилось? Чувствую тяжесть головы. Старайтесь челюсть не пересыпать. Заметили. Ой, что? Нет, это не так. А, не я. Вот так это можно чего-нибудь, да? Можно что? Сейчас скажу какая. Теремок, то ли. 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 Мы сделали лёжу, да? Примерно то же самое, только в венцитарном положении и в большем оттягивании. То есть, одновременно движение по спирали между. Помните, что не боитесь, как в этих фильмах страшно показывают, там сворачивается шея, да? Я думаю, сделать невозможно, скажу свежую шею, на самом деле лёжке тяжело. Всё выравниваем. И тоже на мосту выравнивается. Она хорошо расслабляется. Так, у вас получилось. Да, 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 да. Теперь попросите его вложить с головы на руку. Вот, да, если у кого-то теперь, у вас, например, маленькие руки или большая голова, можно голову в ногу вложить. Момент вращения будет больше. Ворчём. Некоторые обе руками, обе руками, буквально пальчики вот так и держат. То есть при определённых эффективных навыках мы сделали два раза. То есть это были четвёртый, третий и второй позвонок, а потом ещё первый заспустили отдельно. Вот. Ну, давай, давай, давай. Сном. О! Крункая девушка, а сейчас хожу. Сэм. Сэм. Какая, может, она вывелит! Продолжение следует... 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 Продолжение следует...